МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Риск – дело благородное, но не в этом случае. Чайковские районы, часть Удмуртии, уже сегодня рискуют остаться без питьевой воды. Потому что нет реагентов – нет воды. А реагентов для очистки воды нет, потому что денег нет. А денег нет, потому что счета местного водоканала арестованы по искам энергетиков. Водоканал фигурирует ответчиком по разным искам на сумму более 53 миллионов рублей. Больше всех должен пермоэнергосбыту – 27 миллионов. Чиновники, собравшиеся по такому случаю на экстренное совещание в районной администрации, говорят, ситуация перестала быть критичной и находится под контролем. Говорят также и о выделении средств на приобретение реагентов из резервного фонда муниципалитета. Врачи тем временем напоминают о необходимости начинать утро со стакана воды натощак. Многочисленные исследования подтверждают – выпитая на пустой желудок вода запускает в организме метаболические процессы и оказывает укрепляющее действие на организм. Ну а мы продолжим информационную закалку. О том, чем ещё интересно – новая неделя. Развитие и сохранение языков народов России. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. Рекомендации. Дома дружбы. Перспективы развития. Об этом они только в среду начнут говорить в Перми. Завершится Всероссийский форум национального единства в пятницу, 21 октября. В Перми ожидают в качестве гостей и участников форума около 800 представителей более чем из 70 регионов России. На площадке форума развернется выставка «Государственная национальная политика» – региональный курс в ретроспективе, посвященный столетию национальной политики в России. Богатство и многообразие музыки народов нашей страны покажет фестиваль «Живая нить». Последний день мероприятия состоится в Коме-Пермятском округе Пермского края. Выбор Перми как площадки форума не случайен. У нас проживает более 130 этносов. Есть территории с абсолютным доминированием титульных наций, например, Бордымский район, где плотность татаро-башкирского населения составляет 94%. Такого даже в Татарстане нет. И самое приятное, что также можно считать критерием успешности работы в этом вопросе, что сфера межнационального в обыденной жизни у нас незаметна. Первый растаял. Ну, я про снеговика, которого слепили-таки в Перми на минувшие недели. Комментарии пользователей соцсетей и авторов первые никомом им слепили из того, что было. В том, что это только начало, сомневаться не приходится. Синоптики вот и сегодня прогнозируют мокрый снег. И завтра. 19 октября весьма вероятно похолодание с повсеместным переходом температуры через ноль, а в ночные часы до минус пяти, минус семи градусов. Формирование существенного снежного покрова не ожидается до двадцатых чисел. То, что выпадет сегодня-завтра при температуре плюс один, плюс три, растает. По востоку же Пермского края в горной части снежный покров сохранится, а его высота к концу недели может составить до десяти сантиметров. И чем меньше туч будет на небе, тем больше шансов разглядеть ориониды. Которые сменят отлетавшие свое дракониды. Октябрь оказывается богат на метеорные потоки. Ну, это я, собственно, про них. Как сообщает пермский планетарий, максимум метеоритного потока приходится в этом году на 21 октября. Его радиант находится в созвездии Ориона. В этом году активность метеорного потока будет низкой и составит около 15 метеоров в час. Как стать миллионером за 50 тысяч рублей? Легко рассказал всему интернету маркетолог Роман Зарипов. Еще до того, как итальянский миллионер Джанлук Каваки захватил соцсети своими танцами за 4 месяца до, тысячи пользователей подписались на нашего Джанлуку, пенсионера из Подмосковья по имени Борис. Дорогие машины, костюмы, спа и, конечно, молодые девушки. Под каждым постом тысяча лайков и комментариев. А здесь Борис приобщает голубей к французской кухне при помощи свежих багетов из пекарни. И все это удачный пиар-проект. По словам маркетолога Зарипова, идея создания вымышленной персоны появилась после прочтения статьи, посвященной раскрутке звезд. В материале упоминались миллионные бюджеты, и Роман решил, что у него получится сделать то же самое значительно дешевле. Героя нашли там же, в соцсетях. Идеального дедулю, который, снимая однушку в Химках и проживая на пенсию, хоть и далек от образа богача, но свежо выглядит и отлично смотрится. Потратили всего около 50 тысяч. Какой из этого можно сделать вывод? Да никакого. Просто спустя полгода продолжаю удивляться, как потратив 50 тысяч рублей за 2 месяца, можно сделать так, чтобы в несуществующего человека поверили несколько десятков тысяч взрослых людей, ни на секунду не смутившись, завершает свой рассказ за Риком. Затем завершаю свой рассказ и я, и желаю вам проверенной информации, приглашаю. Оставайтесь на Ветте. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова